Всем привет! С вами Ольга Фернова, моя огородная аспука. Сегодня 26 февраля и я сегодня решила поговорить с вами на очень-очень серьезную тему, на тему установки теплиц. То есть, мне и в прошлом году приходили вопросы, и зимой, и осенью люди спрашивают, и спрашивают в какой форме, стоит ли устанавливать теплицу на участке. Но это очень странный вопрос, на который ответить невозможно. Я не знаю, какие у вас условия, что вы собираетесь там делать, насколько вы свободны, чтобы ухаживать. И вот, отвечая сразу на все вопросы, потому что ясно, что я не могу человеку, пишут, посоветуйте насчет теплицы устанавливать или нет. Я такие советы опрометчиво не могу давать. Я сейчас расскажу очень-очень подробно все о теплицах, о преимуществах, о недостатках. И вы должны сами решить, нужно вам это или нет. Потому что, как всегда, повторяю, что в одних руках это будет ваша помощница на всю жизнь, а другим, может быть, это лишняя головная боль. И почему я так говорю, вы сейчас поймете. При покупке теплицы нам указывают только достоинства. И я вот начну с достоинств, но я сначала расскажу о достоинствах, потом о недостатках. И, узная обо всех недостатках теплиц, может быть, кто-то из людей откажется и потом скажет мне спасибо. Потому что я вот этого ничего не знала. И с первой теплицы у меня был такой горький, такой плачевный опыт, что до дрожи аж вспоминать мне хочется. Но, в конце концов, ее ветром унесло все. Начнем с того, что, конечно, теплица, когда мы покупаем, нам говорят, что можно вырастить ранний урожай. Можно вырастить поздний урожай. Можно снять несколько урожаев за сезон. Можно получить там качественную рассаду. И все это будет правда, потому что ранний урожай мы получаем только в теплице. Только благодаря теплице можно посеять пораньше. Ну, конечно, к этому предлагается еще и наш труд. Надо и посеять пораньше, и вырастить эту рассаду, потом высадить пораньше, потом постараться надо когда-то прикрыть, укрыть все это. Это уже второй вопрос. Если вы готовы на это, то вы ранний урожай, конечно, получите. Потом. Но немногие знают, что еще можно получить поздний урожай. То есть, если, например, посадить в теплицу скороспелые томаты с коротким сроком вегетации, которые именно для раннего урожая, когда они прекращают плодоносить, ну, это бывает август, сентябрь, на их место можно высадить еще и огурцы. Огурцы скороспелые с коротким сроком вегетации. Конечно, для этого нужно вырастить рассаду заранее, чтобы уже они были в полувзрослом состоянии. Весь урожай они не успеют отдать до заморозков. Но все равно, всю позднюю осень вы будете употреблять маленькие хрустящие вот такие корнишончики. Еще про несколько урожаев. Я часто практикую так, что осенью после уборки томатов или высеваю лук батун, или рано весной высаживаю лук севок на зелень. То есть, до того, как высажу томаты и перцы на постоянное место, вы знаете, что вот этот отрезок, он еще очень долго теплится, пустует. И чтобы вот как-то, как рационально ее использовать, весной высеваем и лук на зелень, и салат, и укроп, и редис. И можно успеть снять вот этот урожай, потом уже высаживать томаты и перцы. Все это прекрасно. Качество рассады. Для качественной рассады несомненно. Только выставляя рассаду рано-рано в теплицу, без теплицы вы же не можете просто в огород выставить, мы получаем рассаду крепкую, здоровую, зеленую, такую толстенькую. Она сразу закаленная. Она более... У нее повышенный иммунитет. Она менее восприимчива к заболеваниям. Все это есть, да. Но, вот, рассказывая обо всех этих прелестях, когда продают нам теплицу, нам не говорят о том, что у теплицы еще есть и недостатки. Недостатки это какие? В теплице может все замерзнуть весной. Есть опасность. Потом, я буду подробно так же, как и про достоинства рассказывать. Потом, в теплице, что не замерзнет, может сгореть. Нагревается очень быстро. В течение двух часов может наступить неприемлемая высокая температура, если вовремя не открыт. Может замерзнуть, может сгореть, может засохнуть, если вовремя, если вы редко приезжаете в садовый участок, может засохнуть, потому что там полив, другой режим полива. И если все это у вас не случится, с растением будет все прекрасно, то зимой она теплица может обрушиться под тяжестью снега, если ее не счищать. Вот это все, я говорю не голословно, все это пережила. Я сейчас вам расскажу, что когда я купила первую свою теплицу, это было такое редкое явление, особенно в нашем, в таком, как сказать, в регионе, где... Ну, до нас дольше всех приходит. Очень редко. У нас и сейчас на улице, вот так, если посмотреть по огородам, мало у кого теплица. Одна, две, все. У меня их уже несколько. И вот когда я снимала два года назад видео о недостатках теплиц, многие люди удивлялись и говорили, вы зачем говорите так плохо о теплицах, а у самой весь участок в теплицах. Так вот в том-то и дело, вы должны понять, вы сможете их обслужить, у вас хватит желания, времени или нет. И вот начинаем. Когда я купила первую теплицу, мы еще ничего о них не знали. Естественно, продавцы нам только расхваливали. Это был очень дорогостоящий товар. И если сейчас такую теплицу можно купить до 20, то там было 27 или 28, около 30 тысяч. Вот эта вот теплица вся полностью стоила. Нас сказали, что там ничего не замерзает, поликарбонат все это предохраняет, что все это хорошо, что выдерживает тяжесть снега. Еще специально нам продавцы сказали, я говорю, нужно как-то укреплять. Нет, нет, все это усиленно, и тяжесть снега выдерживает. И все, что они сказали нам, все было с точностью до наоборот. То есть, высадив весной вот эту рассаду, мы весной поставили теплицу, высадив эту рассаду, нам передали заморозки минус 5, минус 6. Хотя нас заверили, что ничего не замерзнет. Еще муж сказал, ну не поверю, ну как, там же будет холодно. Я говорю, нет, продавцы сказали, все нормально. И я с легким сердцем легла спать, и когда я утром пришла, я открыла теплицу, я сразу почувствовала, вот когда в бане запаривают березовый веник, вот эта вот, как запаренная зелень, вот этот запах, как вдохнул, я посмотрела, они все у меня замерзли. По периметру замерзли вообще до самого корня. А по дорожкам, вдоль дорожек, обмерзли макушки, и они остались живые. Я их, ну на запас я, конечно, не посадила в то время, я не думала, и таких партий у меня не было. Я их оставила, они через пасанок выросли, обросли уродливые, ну какие-то там, ну как-то выходила там по два, по три стебля, сделала все. Потом, то, что сгорели, я никогда не знала, что так быстро может накалиться вот эта вот атмосфера в теплице, потому что выходишь на улицу в огород, холодно, ветерок и зябко, и ты одеваешься. Но если солнце стоит, вот яркое солнце, когда на улице холодно, а в теплице моментально поднимается 30, 40, 50, даже 60 градусов, вот у меня спрашивают сейчас, вы выносите там около 30 градусов, за счет чего? Только за счет солнца, и нужно контролировать вот прям ежеминутно. Я утром вышла, хожу по огороду, копаюсь в грядке, ну мне прохладненько, еще носки пошла теплая, одела, солнце светит хорошо, я и не подумала, когда заглянула через несколько часов в теплицу, то, что у меня не замерзло, оно все у меня сгорело на солнце, вот прям обжарилось там, потому что я не открыла дверь, подумала, что холодно, думала, что чем теплее, тем лучше, вот это был второй плачевный опыт, в этот же год, ну и потом, естественно, там, конечно, ничего у меня не выросло в этом году, но я как на ус намотала, думаю, ну на следующий год все я сделаю по-другому, но по-другому сделать не очень получилось, потому что в этот же год налепилась на нее снега, и она вот так, как коробочка, свернулась у нас, то есть те слова, когда мне заверяли продавцы, что не надо ничего усиливать, укреплять, но мы так, как люди были не очень богатые, очень упорные, он раскрутил, муж, все эти листы, ну вот они порвались все, металлоконструкцию он выправил, все разобрал, выправил, скрутил, листы мы сшили капроновыми нитками, вот так вот, и вот у нас, вот эта франкенштейн, она еще стояла два года, естественно, что там нельзя было ранние урожаи выращивать, там дырки в палец были, ну как, ну просто заштопано, никакой герметизации не было, единственное, там вот этот град, снег, когда шел, она предохраняла, и я там более поздний урожай выращивала, а для раннего урожая мы купили новую теплицу, и уже как по своим правилам мы теперь, делали подпорки, бруски по центру, каждую осень выставляли подпорки, когда я высаживала ранний урожай, у меня там всегда стояла тепловая пушка, купили тепловую пушку, которая на крайний случай, передают заморозок, я на ночь включаю, днем, конечно, там тепло, днем, когда я, я повесила градусники, днем, когда я работаю в огороде, я проверяю температуру каждые полчаса, и иногда бывает несколько раз в день, приходится открывать форточку, закрывать, открывать дверь, у нас такая погода, сделалась пасмурно, там моментально падает температура сразу, надо сразу закрывать все двери, чтобы оставшееся тепло не улетело, чтобы они не простыли, не замерзли, зайдешь домой, смотришь, солнце вышло, прибегаешь туда, там уже больше 30 градусов, вы поняли, к чему я говорю, что можно получить и ранний урожай, и качественную рассаду, и все, 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 но если у вас есть время контролировать ее и следить, но мне вот когда написали, что вот у вас там все сгорело, все это самое, могли бы сделать автооткрывание вот этих дверей, там какое-то автопроветривание, но есть люди такие умные, конечно, может быть они живут где-то, когда мы покупали, ни о каком автопроветривании, у нас речи даже не могло быть, и когда вы покупаете теплицу, вы сразу соотносите свои возможности, материальные, физические, будете ли вы за ней следить, будете ли вы открывать ежедневно, закрывать, естественно, что высадив на ранний урожай, и уехав в город, например, на целую неделю, ничего там у вас не получится, нужно открывать, закрывать, и даже, если вы хотите, например, ну как вот эти советы про автопроветривание, там, автооткрывание, закрывание, готовы ли вы к дополнительным материальным затратам, потому что все это недорого, и до сих пор у меня нет ни автооткрывания, ни авто вот этого проветривания, когда вот сами они, вот эти створки открываются, во-первых, такие теплицы очень дорогие, и мне дешевле открывать, ходить самой, потому что я уже пенсионер, я свободна, я могу много времени посвятить своей теплице, если у вас другая ситуация, то вы отдумывайте, может быть, вы купите теплицу, и будете ее использовать только для выращивания, ну как высаживать в традиционные сроки, не ранний урожай там, не какой-то, а просто, ну и тогда, вот эти двери открывания-закрывания, все равно нужно контролировать, нужно следить, там должен быть свой микроклимат, если двери долго не откроете, очень жарко и влажно, вот этот кладоспориоз, это вот бич такой начинается, болезнь теплиц, мало того, что фитоспора, вот этот кладоспориоз, когда повышенная температура и повышенная влажность, она сразу же начинается, еще какой-то был вопрос, ну тут уже про, сейчас про рассаду, конкретно я отдельно сделаю, вот короче из недостатков такое, может замерзнуть, если не будет подогрева, не будет дополнительно вот это укрытие, на одну теплицу надеяться тоже нельзя, может сгореть, если вовремя не будете открывать-закрывать, может засохнуть, если часто не будете поливать, если не будете опять же контролировать, может зимой обрушиться, хотя многие как пишут, ну можно просто защищать снег и все, а если оно на садовом участке стоит, а если например с вечера начал выпадать снег, и бывает снег, такие огромные хлопья, вот у нас было, мокрые, липкие, и они не сваливаются, а именно наклеиваются, 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 и он очень тяжелый такой снег, к утру она уже может обрушиться, это то есть установка обязательно каких-то или этих усиливающих ребер, вот так делают, приваривают некоторые даже, смотрите по конструкции, если вам некогда защищать снег, то нужно или первое, или второе, ну короче какие-то усовершенствования, все, вот это я вам рассказала, конечно, теплица это вот огромный помощник, только в теплице можно получить ранний урожай, именно в теплице мы получаем первый огурец, первый помидор, первые радости, вот это первая зелень, первый салат, вот я сейчас весной буду сеять, покажу вам, вокруг еще лежат сугробы, смотришь, уже лук, салат вырос, ну это такое удовольствие, ну конечно, за это мы расплачиваемся, расплачиваемся своим собственным временем, своими хлопотами, я вот позапрошлым году показывала, как я ночами шарюсь по своим теплицам, высадишь пораньше, а у нас сибирский регион, передадут мороз, два-три раза за ночь, я прям будильник завожу в 12, в 2 часа ночи, в 4 ночи, я хожу туда и смотрю, потому что на крайний случай, вдруг если температура понижается, то нужно туда что-то может быть еще тащить, даже и свечи устанавливала всякие разные, лишь бы вот одну ночь пережить, у нас как бывает, одна или две ночи, которые решающие, которые все решают, вот надо именно быть там, с ними, с этими растениями, ну вот, я надеюсь, что кто интересовался, вот стоит ли ставить теплицу, я теперь вот всю картину обрисовала, что есть у нас не только сладкое, есть у нас и горькое, и если вы действительно, если у вас есть время, а главное, есть огромное желание, есть любовь к растениям, то теплица, конечно, она незаменима, у меня у самой стоит 5 теплиц, я все по одной, мне все мало-мало, сначала только для томатов, потом думала, чем огурцы хуже, потом для огурцов, потом специально выделила для перцев, потом долго, много лет носила идею, вынашивала в голове, вот эта предломовая теплица, это вообще мечта огородника, такого очумелого, как я, я жила бы там, я весной выхожу утром, и захожу ночью, так по ступенькам заползаю, ложусь, в таком удовольствии, и начинаю мечтать, как я завтра утром встану, и пойду в теплицу работать, это счастье для пенсионера, все, до свидания, с вами была Ольга Чернова, перед тем, как купить теплицу, побеседуйте со своими домашними, будут ли вам помогать или нет, вот у меня все на работе, мне очень сложно, я вот так вот, челноком по этим теплицам бегаю всю весну, но я бегаю, потому что я получаю от этого удовольствие, хотела кого-нибудь еще из своей семьи, приучить, заставить полюбить растения, невозможно, не получилось, все, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok